Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Комменбай. Я хочу показать этот объект, потому что он довольно интересный. Мой клиент купил дом, а у него такой дымоход. Он не знал, что это вообще дымоход. Есть котел, он работает, у него все хорошо, но когда пришла зима, все потекло и появилась целая проблема. Потекли платы, вернее конденсат попал на платы, начало все троить пыхтеть. Приехали службы, у которых на обслуживание данный котел и сказали, у вас все сделано неправильно. И это точно. А почему неправильно? Объясняю. Вот это дымоход. Это не вентиляция, это не ливневая система. Вот это дымоход. Вы представляете? Дымоход для кондиционного газового котла. И давайте я вам покажу по порядку все-таки, что он из себя представляет, потому что интересно. Если вы купили дом, то на переделку. Как вам такое крепление? Это крепление. Представляете? Вот это крепление. Вот какой-то угол 90, кусочек трубы. Пошли, пошли, пошли. И вот все в конденсате. Видите, вот это все конденсат. Конденсат, конденсат, конденсат. И мы плавно спускаемся. Ну и смотрите, что у нас получается. Здесь труба 80 на 125. Котел мощный. Если вы видите такой дымоход, обязательно его сразу переделывайте, чтобы у вас не было дальнейших проблем. Потому что здесь заказчик, купив дом, попав на первую зиму, еще затраты у него были по именно отопительному оборудованию, по его ремонту. Почему? Потому что конденсат потек не туда, куда надо. Его было очень большое количество. Мы переделаем эту систему. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть этот объект. Потому что объект довольно интересный, объект довольно показательный. И есть чему учиться. И какие материалы, конечно, вы будете знать. Сейчас котельник, котел, Юнкерс. У него выход 80 на 125. И здесь стоит ревизионная заглушка. Вот эта заглушка снимается. Под ней так называемая матрешка. Еще одна прочистка. Вот такая прочистка. Все, конечно, в конденсате. Видите, да, все течет. То есть, но это не должно так быть. Ну, да, конденсат, он будет образовываться в этом месте. Уклон сделан правильно. Это еще слава богу, что уклон сделали в сторону котла. Но и вот такое количество было, что просто начало затекать все на котел. Зашел просто перелив. То есть, вот эта 80-я труба, отсюда поступает воздух. И проблема в чем была? Когда я первый раз сюда переезжал, здесь все было в воде стояло. И проблема была, помимо того, что здесь... Ну, это я, когда приехал. А зимой, вы представляете, что здесь было? Здесь все потекло вниз. Ну, и, соответственно, у заказчика, у которого сейчас работаю, здесь были огромные проблемы, потому что эти вот все потеки вывели котел просто из строя. Ну, и пришлось здесь его ремонтировать. Поэтому ни в коем случае не делать так систему дымоудаления. Она не должна быть. Потому что большое количество конденсата, это не говорит о том, что этот котел будет отлично работать. Это кондиционный котел. Но он не работает от того конденсата, который стекает по трубе. У него внутри вырабатывается свой конденсат. Поэтому об этом есть у меня отдельное видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за моими работами и будете знать полезные вещи. Что конденсат в кондиционных котлах, это работает не от того конденсата, который сечет по дымоходу. Ну, раньше так все думали. Ну, можете сейчас. Мы систему будем переделывать дымоудаление. Я вам покажу, как она может делаться, как я ее делаю. И с учетом того, что это уже не первый объект наш, и не второй, и не третий, то эта система работает. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть этот объект. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока.